Здравствуйте! С вами Колесов Павел Борисович и у нас сегодня первый день вебинара «Путь достигатора везения». И в чем суть достигаторства? Достигаторство – это не какие-то абстрактные, теоретические измышлизмы. Это я, Тимур Гагин, Леша Кельин, Борис Кириленко и много других веселых товарищей, НЛП-тренеров и НЛП-мастеров взяли и стали моделировать людей везучих, тем, которым по жизни везет. Сперва казалось, что это мистика, но потом, когда мы начали вгрызаться, оказалось, что там есть совершенно четкие алгоритмы, как ставить цели, как принимать решения, как думать о мире. И вот те модели, которые у нас получились, мы их назвали достигаторством. Соответственно, то, что я буду здесь вам излагать, это не бредятина, это так думают о мире те люди, у которых с везением в жизни все хорошо. Те люди, которые, в общем, легко, быстро, изящно, с минимальным количеством напрягов, с большим количеством удовольствия достигают большого количества целей. Соответственно, если у вас в голове как-то устроено немного иначе, вам это советую очень сильно поправить. Итого, когда мы брали за жабры вот этих везучих орлов, достигаторов, ну, то есть, давайте сразу введем термины. Достигаторы – это люди, которые живут легко, получают от жизни удовольствие, много чего в жизни успевают, достигают большого количества целей, в общем, мчатся вперед на всех парусах, при этом получая удовольствие от жизни каждый день. Противоположностью им, оппозитными товарищами, мы называем таких людей попоморщеры. От слова «морщить попу». Это люди, которые тоже могут достигать каких-то больших целей, но, как правило, это им дается ценой, в общем, наморщения всего, что только можно. Ценой большого усталости, большого напряга, выматывания и всего такого прочего. В общем, можно жить и так, и так. И оказалось, что, в общем, самый махровый попоморщер при желании может перепрограммировать себе мозг и стать достигатором в срок, ну, где-то там, ну, от трех недель, если так быстро все интенсивно в свою жизнь внедрять, ну, и где-то до года. И у нас выяснилось, что вот и у достигаторов попоморщеров, у них вот есть одна большая разница в мировоззрении, «То, как они о мире думают», это как раз вот картиночка, которую я тут вас попросил открыть, уровни потребностей по-достигаторски. Это к чему? Вот, слышали, может быть, был такой товарищ, которого звали Эбрахам Маслоу, и он предложил уровни потребностей, чего там человеку в жизни нужно. И это все хорошо, классно, здорово, ну, за исключением того, что моделька такая, слишком сложная. Мы в достигаторс, в общем, взяли и выяснили, что вот достигаторы – это люди, которые думают о мире следующим образом, что, по большому счету, у человека есть всего три уровня потребности в этом мире, то есть, чего человеку нужно. И вот здесь как раз на картиночке вы это дело видите. Нижний прямоугольник – это физическое выживание, то есть, ваше физическое выживание, как тело, что вы могли ходить, дышать, там, не знаю, пить, есть. И вот если вот этот уровень нарушается, то все остальное идет сразу для сам поля. Как только у человека решен вопрос с физическим выживанием, следующий уровень, над которым он начинает соображать – это физическая безопасность. Потому что вот если вы там попили, поели, поспали, все хорошо, но если при этом вам, не знаю, ногу раскаленной кочергой отпиливают, но при этом вас там кормят на убой, наверное, как-то вас это не очень будет радовать. И вот эти вот два нижних уровня – физическая безопасность и физическое выживание – это то, что человеку вот на самом деле в мире нужно. Ну, у нас достигаторсы, они называются истинные потребности или настоящие потребности, то, без чего человек обойтись не может вообще никак. Ну, их еще называют базовые физиологические. Вот без остального человек обойтись может. Без этого, к сожалению, шиш. То есть человек может обойтись великолепно, без машины, без норковой шубы, без мобильного телефона, без там этих туфель Прада или ЭК, или там еще чего-нибудь такого. Ну, если вас там, скажем, месяц не кормить или там два месяца не кормить, если вам там недельки-две воды не давать, то ваш организм, в общем, он не перебьется, он не обойдется, он начнет разрушаться. Соответственно, вот эти два уровня – это то, что человеку вот нужно прямо вот на самом деле без балды. И вот как думают о мире достигаторы? Вот когда у них уровень физического выживания, физической безопасности закрыт, на этом, в общем, все основные проблемы человеку уже решены. И человек начинает развлекаться. И достигаторы понимают, что, в общем, вот когда он попил, поел, поспал, в туалет сходил, подышал, помылся, в общем, все. Дальше это, в общем, развлекуха-пруха. Вот таким людям везет, которые понимают, что жизнь – это игра. Ну, если помнить, еще древние римляне про это говорили «хлеба и зрелищ». В общем, они понимали, в общем, в чем дело. Вот сперва накормить, потом развлекать. В обратном порядке не пойдет. Соответственно, вот веселые достигаторские игры – это как раз достигаторы выбирают себе занятия в жизни для удовольствия, для наслаждения, для драйва, для получения позитивных эмоций. Как думает о мире папаморщера? Папаморщеры, к сожалению, вот эти вот уровни, они смешивают. Если у достигаторов в голове все это дело разделяется, что, в общем, вот если, в общем, ты не поел, то, в общем, все остальные игры идут лесом полем, нужно тут сперва поесть или там воды попить. То у папаморщеров все это дело смешано, и они начинают считать там карьерный рост таким же важным для выживания, как там, чтобы они там воды в течение дня могли там попить или там поесть чего-нибудь. Что сдать там экзамен на пятерку точно так же важно, вот как вообще выжить в этом мире. И мы заметили вот следующую веселую закономерность. Чем более серьезно человек относится к этому миру, чем больше у него вот в мире есть на самом деле серьезных вещей, тем у него меньше в жизни везения. С другой стороны, если человек понимает, что, в общем, самое главное в жизни это здоровье, а потом все остальное, что к здоровью прикладывается, это развлечение, вот тем больше у него везений, тем больше у него радости, тем больше у него развлечений, тем больше у него прухи, тем больше идет ему мир навстречу. Ну, причем, что, в общем, и то мировоззрение, оно, в общем, неправильное, потому что карта не территория, как оно в мире на самом деле обстоит, мы не очень знаем, ни другое неправильное. Просто тот, кто думает, что в мире все серьезно, тот, в общем, живет напряженно. И цели достигает с трудом, с напряжением. Такой способ тоже может привести к результату, не вопрос. Здоровье, к сожалению, начинает страдать. И вот это в природе очень хорошо заметно.